Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема лилии. Для вас уже привычно, что я теперь каждую неделю буду повторять одни и те же культуры, то есть показывать их пошаговое развитие и что с ними надо делать. Лилии вы в пакетах видели. Как я их отправляла в горшок, вы видели. Вот они. Достаточно крепкие растения, достаточно высокие. Если бы тепла было поменьше, хотя стоят они на очень холодном нижнем подоконнике у балкона, то они были бы еще меньше, но еще крепче. Как, например, вот этот вот. Обратите внимание. Ух, вообще классный. Ваша задача сейчас, если вы их уже посадили или собираетесь посадить, если отростки стали как вот две фаланги пальца, уже бы посадить. Вот так вот, да, это уже критично, потому что вам придется спрятать вот эту часть, а она еще вот так подрастет на 15 сантиметров бы в землю. А у вас луковица, она, понимаете, она вот здесь вот. У вас вот здесь корни должны быть. Вот на том отросточке, который сейчас на луковице есть, на нем корни должны быть, надо луковичные. Вот там у вас будут детки. Вот смотрите, они разного срока цветения. Это ло-о-гибрид, это от-гибрид, это, по-моему, если я не ошибаюсь, акапулька. Это триумфатор. Акапулька-восточница. Триумфатор ло-о-гибрид. Два о. Два раза восточница поучаствовала в гибриде вот этой лилии. А вот от-гибрид один раз трубчатые с восточницей. Ориент, восток, значит. И эта лилия более поздно цветущая. Триумфатор отцветет у вас где-то, ну, в конце июля, начале августа, если хорошее лето, да. А вот эта красавица, акапулька, розовая, принцесса в таком шикарном платье. Вот такого размерища. Она цветет в конце августа. И мы вынуждены будем либо срезать ее, либо укрыть оды. Оды чего? Правильно. От осенних дождей. Чтобы, не дай бог, луковицы не промокли. Обо всем этом я расскажу вам попозже. Я вот хотела показать вот такие кармашки. Помните, да, мои бэджики? Там спрятана полная информация про любую лилию. И ее высота, и диаметр ее цветка. И так, как она называется, это все вот здесь вот обязательно присутствует. Вода сюда не попадает при поливке. Это очень удобно. И я надеюсь, что они будут служить мне долго и очень хорошо. Хочу показать, какие у нее вылезают ростки у этой лилии. Посмотрите внимательно, какой толщины росток. Какая у него тут голова прямо толстая. Тут, конечно, ни один цветок будет. И вот те, которые только показались. Вероятно, что эта лилия была с большим ростком. Вот таким. У этих они были поменьше, естественно. Их здесь посажено 5 штук. 5. Это красавицы. Я не люблю, когда дохлость одинокая, с двумя цветочками. Ну, правда не люблю. Эти горшки будут высажены прямо с... Лилии эти будут высажены с горшками в землю. Дабы избавить меня от присутствия крыс. А вы можете высаживать в любой период. Зацветет она, не зацветет она. Вы можете высаживать ее в сад туда, где придумают. Вынув из горшка. На бок положите, покатаете, тихонько вытащите. И все у вас получится. Я все покажу. Ну, на этом хочу закончить. И хочу сказать, что лилии не любят воду. Вот они политы. Уже здесь они живут эти месяц, эти уже чуть побольше. Политы два раза. И не очень обильно. Потому что у них скорее корни загниют, чем они будут терпеть эту лишнюю влагу. Вот такие они, принцессы. Да, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова